Главной темой нынешней речи Джо Байдена стала экономика. Он коснулся нескольких аспектов и особенно того, насколько эффективно страна преодолела рецессию, вызванную пандемией COVID-19. Он подчеркнул, что безработица сейчас самая низкая за последние пять лет. И это действительно так, хотя многих американцев волнует инфляция, которая по-прежнему остается на очень высоком уровне. Он также сказал, что мы еще не закончили работу. И эта фраза означает, что он не получил столько, сколько добивался от Конгресса предыдущего созыва и просит нынешний состав Конгресса двигаться дальше. Интересно, что у него есть на это шанс, хотя Нижнюю палату теперь контролируют республиканцы. Например, вряд ли республиканцы будут против введения потолка личных расходов на инсулин для всех диабетиков, а не только для пожилых. Но вопрос об отмене таких расходов, как плата за багаж на авиалиниях и так называемая курортная наценка в гостинице, республиканцы могут не поддержать. Я думаю, Байден мог бы уделить больше внимания внешней политике. Но и говоря о ней, например, о производстве компьютерных чипов или развитии инноваций, он все равно делал это с точки зрения экономической политики. И вот это довольно необычно, поскольку внешняя политика – это то, что может объединить обе партии. Мы скоро вступим в год президентских выборов и доминирующей темой перед 2024 годом, и явно будет внутренняя политика. Но не случайно, что первым вопросом внешней политики, о котором сказал президент, была война в Украине. Мне кажется, он хотел напомнить американцам, почему Соединенные Штаты, а также их союзники и партнеры приняли решение поддерживать Украину. И пояснил, что дело не только в защите свободы Украины, но и в том, что эта война – прямая угроза национальной безопасности США. Я думаю, важно, что президент сделал украинский вопрос темой номер один во внешнеполитических задачах. И сейчас, в канун первой годовщины начала войны в Украине, напомнил американской общественности, почему мы поддерживаем Украину, и что эта поддержка не иссякнет. Вдобавок, ремарки по Украине предваряли его замечания относительно Китая, который многие считают более значительным вызовом для США на ближайшие годы. Так что я рассматриваю слова Байдена как выражение приверженности избранной его администрацией политике в отношении Украины. Когда президент Байден начал говорить о Китае, он сказал о сотрудничестве с Китаем в контексте сохранения Америки как сильной державы, способной конкурировать с Китаем. А вот о чем он не упомянул – это необходимости ослаблять коммунистическую партию Китая. Вот этого элемента, мне кажется, как раз не хватает в подходе администрации Байдена к отношениям с КНР. Разговоры об усилении экономической мощи Америки и об укреплении связей с союзниками хороши, но четкой направленности на ослабление Китая, на выявление его слабостей и умелое их использование в политике нынешней администрации не наблюдается. Справедливости ради, надо отметить, что президент уделил много внимания тому, как восстановить экономическое лидерство Америки. И это прекрасно. Но также крайне важно определить, какими стратегическими преимуществами обладают Соединенные Штаты в отношении Пекина. И вот этот элемент пока остается без внимания. Продолжение следует...